Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 667. События дня. Малахия 2.7. Уста священника должны хранить в ведении. Из закона ищут от уст его за 10 октября 2017 года. Ну какие события? Вчера, интересно, события дня было 666. Выехал. Запомнится какое-то. Кто-то подкинул нам эту тему-то и так это вошло. Но это уже не два дня. Вчера мы утром начали собираться, уже собрались, грузиться и поехали. Виктор Николаевич Савченко за рулем. А мы, Володя и Надежда Васильевна, сидим тут рядом. Загрузили почти перегруз. Даже в Надежде картошку не взяли, не могли. Оказалось, переезд на подстепный, на трассу выйти, ремонт. Как ремонтировать переезд, понятия не имею. Там и ремонтировать вообще нечего. Может быть какие-то подставы там. Ну там что, два рельса, три шпалы между ними и переехал уже. Там уже все сделано было. Ехать в другую сторону, на урывку. Как ехать? Или через Корчино, там Моринский называется пруд. У них там вообще не проедешь. Кое-кое как. А мы проехали свободно. Первый мостик, впервые за все время, как только вот проход был сделан. Второй прошли нормально. И дальше на урывку. Снег был, растаял, и дорога такая слякотная. Ну, трава рядом была. А есть такие, которые вплотную, прям вплотную к дороге пашут. С дороги съехать даже нельзя. Ну, урожай-то вырастет, будут давить его. Человек-то этот может. Ему говорят, а он бесполезно. Ну, оставь для машины проход хотя бы рядом-то. Дорога-то. Чего-то не хватает что-то. Человек во вред себе делал. Да, сегодня туда не заедет никто. Но вырастет по подсолнухам. И прямо пробили трассу. А за подсолнухи, да-да-да, еще остается там, ну, полтора-два метра. А выбили-то какую-то колею, когда к нам едешь на разделе. Вот так. Ну, доехали потом до Шарщины. От Шарщины через Шумилиху уже, ну, там, от урывки щебеночная дорога, там, грязно. Ну, уже не застрянешь. И доехали благополучно. Генератор-то не работал. Два было аккумулятора, и на аккумуляторах дотянули. Оказалось, вчера пошли. Виктор Николаевич, оказывается, тут сделали ревизию, посмотрели. Не работающий. Продали, а он не работает. Но сегодня, если Бог благословит, должны заменить на новый. Пока зарядка идет. Мы приехали. Я, конечно, голубям сразу кошек привез. Все нормально, благословенно. И успели все растащить, морковку просушить. Ну, и Бог милует. Мы на месте. Пишет Юрий Соболев. Вот какая мысль Игнатий Тихонович пришла на ритургии. Как известно, еретики, как под копирку произносят слова Христа, где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них, Матфея 18.9, произносят, как где двое или трое соберутся, крупными буквами. Так вот, им нужно так и говорить. Вы верно касательно себя говорите, соберутся. Ибо вы, еретики, собираетесь, в отличие от нас в церкви, ибо мы, согласно Слову Божьей, собраны. Как и написано, собраны Духом Святым. Вам же Дух Святой не дает определить себя в этих словах, как церковь и экклесию собранных, но сами себе вы верно свидетельствуете, как собравшиеся, соединившиеся по собственному произволению самочинно. Юрий, он преподает в Государственном университете, Государственной академии и при церкви, в епархии, в митрополии Красноярской ведет занятия. Галина Влеське, Новокузнецк. Мир вам! Благодарю, дорогой наставник, за ваши проповеди стихи. Полезны очень, в разноску очень. Перечитываю не раз глаз вопиющего в пустыне. В собственном эгоизме застряло человечество. Слово Иисуса Христа, Спасителя Дух Человеческих. Отвергнись с себя и следуй за Мною. Надо понимать нам сегодня, каким образом. Истина простая. Но что мы, христиане-современники, стоящие близко при дверях Суда Божия, обязаны успеть исправить во внешнем и внутреннем своем человеческом мире? Ты знаешь, была она летом здесь, привезла стулья, там еще только не привезла она. Она в каком-то там обществе при церкви, с сестрой милосердия. И вот она это пишет. А почему она так пишет? Птихотворение. Я вот сейчас ее открою, которое послал. Отвергнись с себя называется. Отвергнись с себя. Стихотворение. Какое его стихами-то назвать нельзя? Но там все заложено. Проповедь в стихах. Так. Разъясняет, жалит и бьет СД, христианский православный мир. СД на меня нападали. И так это взяли и везде сейчас повторяют. СД. Или фамилия на СД, или звать СД. Приход наш относится к митрополиту, так как еще отцом Александром Пивоваровым у нас были поставлены богословские курсы для желающих изучать веру свою. Получается более 10 лет. Сколько преград чинит епархиальное священство развитию курсов для их же овечек, игнорируют наши листовки, плакаты на своих приходах, охраняя свои канонические площади от наших просветительских обучающих программ. Православные все, железобетонные лбы. А доводы приводят такие, что наш приход переманивает к себе их прихожан. Еретиками это не называют, но переманивает. А кто кому запрещает учить своих посомых, организовывать направления служения людям? Выходите на площадки города. Приходы вновь заполнены одними бабушками, которые зрелыми пришли в 90-е годы. Ну, пришли там зрелые 30 лет, ну добавьте еще сюда 26 уже. Так и дожили они сегодня до бабушек. Учите вы сами. Время Бог открыл для проповеди. Работайте с душами, воскресательный знак. Вот это я понимаю проповедь. Набор на этот год обучения резко упал. Что бы вы, Игнатий Тихонович, посоветовали в этом вопросе для улучшения работы наших просветительских курсов? Ответ один. Не смотрите ни на кого. Это мы все проходили. У меня опыт здесь несравненно большой. И попы за мной гонялись. А что сделают? Во университет не пускайте его. Было, что там высшее авиационное училище, высшее блемение. Я говорю, они работать не будут. Они затребовали деньги за курсы. Через две недели мне позвонили. Что интересно, настоятель Николай Павлович Войтович, метрофорный-то. А дело у меня было там через майора тоже Николая Павловича Мазура. Видно, что оба они не русские фамилии, но какие разные-то. Так, на приходском совете предложили организовать дистанционное обучение, лоббировать недовольных священников в наши курсы, продолжать работу в соцсетях, сделав ее более живой, например, выставлять ролики с занятий об обращении к вере курсантов. «Премного благодарна за ваши труды». Труды с большой буквы. «Каюсь за наших епархиальных священников, которые гнали вас, сжигали ваши письменные труды, книги, обливали вас неправдой, злобой. Приношу за них покаяние» с большой буквы. «Простите им ради Христа». Вот такой мой плач. Так что ни один ваш племянник Василий нас таких много. «Благодать Божия да пребывает со всеми вами. Аминь». Она шторки тут шила, все. Помогала на своей машине, сама за рулем 60 лет. Молодец. А познакомились через интернет. И главное, она получила визитку, и сразу по визитке в интернетной версии дали ей, в электронной. То она тут же издала эти свои и стала раздавать сама. Рустам Гусейнов пишет. Рустам Гусейнов, это явно говорит, что человек где-то с Кавказа. «Знаете, как я вас люблю, Игнатий Тихонович, не знаете? Если бы моя квартира не была куплена за мамины деньги, я бы ее давно продал и пошел бы за Христом с вами проповедовать Евангелие. Да хоть и ИГИЛ, вы ИГИЛ. Хотя это дело, я думаю, может быть, еще и коснется меня. А там на все воля Божия. Слава Христу!» И далее пишет Серахов, 25-27. «От жены начало греха, и через нее все мы умираем. А вот этот факт я понимал еще участь в университете. Когда я Библию толком в руки не брал, то есть я не знал, что это написано в Библии, а уже сам своим умом понимал, откуда это все, Игнатий Тихонович? Только от Бога, что от жены начало греха». От жены, и поэтому она так себя ведет, как глупенькое создание. От жены, повторяй, начало греха. Вот так у меня здесь делается, жирным, потом делаю красным. От жены начало греха, и через нее все мы умираем. Ну, все. Матюшин Алексей. «Спаси Христос! Помоги научиться рано вставать!» Вот еще к чему меня просят. Научиться рано вставать. Ну и показываю свои ресурсы. Вот я люблю вот этот ресурс. Сейчас я где-то... Вот тут серый монах. Ну что, серый – это не фамилия. Монах с большой буквы. Никак не хочет выходить. Поэтому, друзья, я таких не принимаю. «Скажите, как вы лично относитесь к молитве умершим святым и молитве Божьей Матери?» Ну как, на утренней молитве. Это и есть молитвословия, я и считаю их. Молюсь каждый день. Положительно отношусь, очень даже. Перечисляю в среднем где-то по 77 имен святых. Вот. А тут у меня... Вот сейчас была Галина в леске. Вот откуда я брал ее. А перед этим я и стихотворение посылал. Вот оно называется как. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Лука 9, 23. «Отвергнусь из себя – начальный шаг. Первейшая ступень в движении к небу. У неотвершиваяся я начнет мешать, и требовать начнет сплошные требы». Немногие сумели осознать, насколько эгоизм наш неприступен. Вокруг амбиций подлая возня. Толочь приходится с событиями в ступе, чтобы свое «я» отошло. «А это я» – с большой буквы в кавычках. «А это я» – мы пестуем с пеленок, храним и защищаем на дуэле. Долг оскорбителей припомнится в потемках и уязвляем их, представив целью. «Все ищем, норовимся схлопотать с запасом удовольствий неприглядных, медалью высветить для прибыли пятак. В реестр добытых тугрики к нам лягут. Отвергнуть себя – начальный шаг. «А это я» – мы пестуем с пеленок. И далее. «Все ищем, норовимся схлопотать, да, отвергнуться, отречься, пренебречь, обид копящихся, заслуженных прилюдно, гнев изменить на примирение речь, на деле показать, что я не любим. На место собственного я прими Христа. Дай место власти Духа Всесвятого. Борьбу за я немедленно перестать. В зубах застрявшая с постыдностью оскомен. Удар в щеку не вызовет отместку. Смирением к ротости украсится лоза. Лед недоверия к писанию тяжко треснет. Не возвратится я легко назад. Таких попыток будет без числа. Боясь за смешным, безвольным показаться, но ты борьбу с собой не ослабь. Нам в нашем я смертельная опасность. Преодолевший первую ступень, свой крест безропотно с достоинством приемли. В жару быть с Господом равно в прохладный день. И без отчаяния возвратимся в землю. Понравилось? Вот она на нем размышляла. Над каждой строчкой. 6 сентября 2007 года. Ровно 10 лет назад. А дальше вот. Благодарю, дорогой наставник. Откуда есть? А вот я сейчас читал Рустам Гусейн. То есть я не придумаю. Вот она идет у меня. Вот серый монах. Вот все. Я ответил, а тут про любовь. Я понимаю, для чего. Друзья не принимают, значит, у меня любви нет. Но это же не так. Вот Юрий пришла мысль. Вот она я показываю. Андрей недоступ. Событие. Краткое содержание дает. Вот. Как оно выглядит? Ну, вот, как я в шапке. Легко сюда писать. Второе, это наш форум. Православный форум. Игнатия Лапкина. 1600 тем. 1602 было. Вот сейчас последнее о пьеретиках. Если кто не видел, может посмотреть, как они беснуются. Боязно смотреть даже. Мячики большие пузыри выносят. Библии в руках вообще нету-то. Пинают. Тебе подскакивают все. Там полный зал огромный. Куча набита. Я боюсь утронуть. Они могут привязаться. От нас взяли и попортить мне тему. Ну, и вот. Далькульт. Почитание. Псевдосвятого отрока Вячеслава Крашенинникова. Вот. Если кто на лжи что основывает, лживые все туда скатываются. А это дальше я взял от Максима Степаненко. И он показывает, кто он такой. Что и специальная комиссия патриархии была назначена. Все его динозавры, которые там. Ну, ребенок. В 10 лет умер. Ну, и далее наше. Вот. Это канал. Называется. Православный видеоканал. Открытым оком. Очень большой канал. 8400 роликов наших. 8191 подписчик. И просмотров. 7 941 952. Большой. Сегодня. Сейчас я обновлю. Вот уже 28. 38. Ну, посещает. Это наши люди. По 5 роликов каждый день. И события. Это во свете Библии. Православный библейский сайт. Очень большой. 4124 ответа. Ну, сейчас я по 9 теме работаю. Война. Вот. По войне. Сейчас я специально вытащил. Это вот Алексей пишет. Война. Открываю. Папка. Обработанные уже. Вопросы и ответы. Вопрос 3431. 21 том. Открытым оком. В церковной печати постоянно говорят о необходимости быть патриотом Родины. То есть защищать Родину с оружием для уничтожения людей. И приводят местописание. Иоанна 15 13. Нет больше той любви, как то, если кто душу положит за друзей своих. Так как же тогда правильно понимать это место из Евангелия? Во-первых, душу положит, но не душу вытряхнет из других. И за друзей, а не за безбожную масонскую власть. Ответ. Величину любви никаким прибором не определишь в ее восхождении. А вот вершину новозаветной любви Христос обозначил. Положит душу свою. То есть, никаким прибором не отметишь, но все-таки вершина показана. Положит и отнимет. Это взаимоисключающее понятие. Тут ведь и толковать ничего не нужно. Нигде нет даже миллиардной доли того толкования, какое этому стиху Евангелия дают попы. Иди убивай, чтобы спасти кого-то. И любую захватническую войну оправдывает этими словами. Если же, думая через убийство хотя бы одного человека, спасти миллион человек, то пусть найдут одно единственное местописание, которое подтвердило бы истинность их толкования. Есть как раз противоположное этому указание Христа для тех, кто защиту Родину понимал по Ветхозаветному, по-еврейски или по-мусульмански. Лука 9, 54-56 Выделяю жирным, курсивом и красным. Видя то ученик Киево, Яков и Иоанн, сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, Не знаете, какого вы духа, ибо Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Предположим, что нам сотворили зло и даже много зла, всякое бывает в мире. Это я за капитрой в университете, или по программам было, три программы вел по радио. И не надо разбивать врагов на три категории по филаретовскому лукавству. Враги лично мои, враги божьи и самые, вроде бы, опасные враги государственные, отечественные. У нас есть три врага. Наоборот, Филарет Митрополит это не знал. Три врага, мы сами для себя, сатана и прелюбодейный мир. Ко всем же врагам отношения только согласно вот этой инструкции. Я называю это инструкцией, чтобы понятно было. 1 Петра 3, 9 Не воздавайте злом за зло, или ругательством за ругательством. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Что, уполучить благословение от Бога, а не от милитаризованных безбожников в рясах? Для этого есть еще места Писания, которые они никогда не считают. Римлян 12, 17 Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Не разделяет враги. И 1 Фессоникистам 5, 15 Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Поверьте, сударь, старику, мне 80 лет. Плохие нынче времена, плохие хуже нет. Народ примерно оплошал, и группы вороват. Не то, что в прежние года, лет 50 назад. Не то. Совсем перевелся слуг древних с честный род. Свобода, что ли, не пойму, испортила народ. Иной-то барин в те годы куда крутенек был, Зато и ласку там слуга господскую ценил. К примеру, вот помещик наш крестьян не обижал. Так за него лакей Степан и жизнь свою отдал. Е-е-е, не лгу, если вам угодно приказать, Про этот случай я для вас осмелюсь рассказать. Еще у дедушки господ Степан дворецким был, И коммердинером потом при барине служил. Любил наш барин старика, любил и уважал, И завсегда его с собой куда б ни ехал, брал. Однажды барин собрался с ребенком и женой Соседа друга навестить, а было то зимой. Под вечер тронулись они, закутавшись в востке. Слава Иисусу Христу! Татьяна проверяет меня, тут можно сказать. Однажды барин собрался с ребенком и женой Соседа друга навестить, а было то зимой. Под вечер тронулись они, закутавшись в востке. Сидели с дочкой господа и пан на облучке. Путь недалекий предстоял, всего верст сорок пять. А вот станция, пора коням маленько отдых дать. Напили чаю, господа. Степан, эй, запрягать! Не лучше ли сударь нам уж здесь до света обождать? Метель поднялась и темно, а пуще говорят, Здесь волки на пути проклятые шалят. Вон вздор какой, луна взойдет, ступай, Степан, ступай. А волки, да у нас для них ружье, сейчас же запрягай. Смеются господа сред слух, Степан труслив, мол, стал. И старика опять зовут, чтоб вещи он собрал. Ей-богу, сударь, лучше б нам погоду переждать. Тот барин вспыхнул, вот болван, как смеешь рассуждать. Раздумья барыня взяло. Мой друг, а если впрямь, волков тут много нанесло, Не ночевать ли нам? Не слушай старого хрича, чего нам здесь сидеть? За нашей тройкой, поверь, волкам и не поспеть. Смотри, выходит уж луна стихает и буран. Досадно право, что тебя так напугал Степан. Лихая тройка не исклячь, старик послушался господ. Усели все, и тройка скачь помщалась вперед. Стих ветер, звездочки горят, мороз так и трещит. Степан как будто задремал, но слышит. Все, не спит. Не спит и барышня в воске, а волка слышен разговор. Вот только вовремя поспеть, ей страшен темный бор. Ах, папа, мы въезжаем в лес, волков как будто вой. Все тихо, говорит отец, не бойся, бог с тобой. А мать хватается за грудь, заныло сердце в ней. Молчит она, хоть слышит вой, голодный вой зверей. Нет, папа, воют, страшно мне. Не плачь, дитя мое, вдруг с козлов закричал Степан. Пожалуйте ружье. Волковки мать мущая того, маленько их пугнем. Не трать зарядов, два всего. Ну что ж, да мы уйдем. А волки тут, как тут, кругом, все бою добегут. И видит барыня в окно, за хвост коней берут. Хлоп, выстрел, волк один упал, а кони как рванут. Отстали волки и гурьбой подстреленного жрут. От сердца отлегло всех, все молятся тепло. Вдруг слышат снова волчий вой, опять их принесло. От веда в крови стали злей, глаза огнем горят. За хвост, за ноги пристежных схватить все наробят. Хлоп, выстрел, падает второй. Дерутся, жрут опять. Несутся лошади стрелой. Не надо погонять. Наш барин все кричит. Пошел! Дитя, как лист, дрожит. А барыня, обнявший дождь, почти без чувств лежит. И снова волки у васка, и все страшнее их вой. На лошадей, на экипаж, все прут они толпой. И мыслит кучер, в дело в них. Моляся порешил. Схватил топор и в тот же миг по стромке обрубил. Вожжет бросил, ждать не стал. На пристежном, как крест. Заржал протяжно, поскакал и скрылся в темный лес. И волки, бешено визжа, за ним во след бегут. Догнали, стаи окружив, стучат, зубами рвут. Возок несется во весь дух. До станции берст пять. Но нет спасения от полков, начнут коня хватать. Другую лошадь отдают, сожрали ее. Храпя несется кореник, а в волке все свое. Того, глядись, сдохнет конь, сперва его сожрут. А там Степана с им щеком карету прогрызут. Ломает руки барин наш, застыла в нем вся кровь. Зачем, зачем не слушал я Степана добрых слов? Впился глазами вдаль Степан, блеснул там огонек. Едва уж дышит коренной, искусен, сбился с ног. И кучер выбился из сил, что мочи он хлистал. Бока несчастного коня, да и хлистать устал. Нагнувшись, скотил, поглядел Степан с тоской. Из жалости сердца он решил пожертвовать собой. Знать, сам Господь так повелел, крестясь сказал он вслух. Снял шапку, на небо взглянул, да прямо скозил бух. Насели волки на него. В воске поднялся плач. Емщик весь обмер. Коренной, храпит, несется вскачь. В крови, в пене, чуть душа. Все силы напрягал. Вот и деревня, бедный конь у первой хаты пал. Крестьяне барыни с детем на станцию внесли. И только через час едва их чувства привели. А барин бедный до зари томился да стонал. А чуть на небо расцвело, он к лесу поскакал. Нашел останки старика, клочки одежды, кровь. И как подкошенный на снег, рыдая, пал без слов. Потом, припав к костям, твердел Степан. Родной мой друг, прости, тебя я погубил. Таких нет больше слуг. Поднявшись, падал вновь в слезах. И все себя винил, с любовью косточки собрал. И тут же схоронил. Могилку свежую весной все обложил дерном. И надпись эта кучинил он на кресте святом. Здесь погребен Степан Петров. Он другом верным был. И душу за своих господ бесстрашно положил. Осмелюсь сутр доложить, ведь он, вот он раб, лакей. А смерть бесстрашно он принял от лютых, от зверей. Не устрашился мук, соблюл Христа закон святой. Дай Господи его душе блаженство и покой. Журнал «Кормщий», 37-й, 1896-й год. Вот так. Богу нашему слава. А это сегодня все.